Возможно ли жизнь на других планетах? Как выглядят инопланетяне? Что послужило импульсом к зарождению Вселенной? Что такое черная материя и как она связана с нашей галактикой? Если хотите узнать ответы на все эти вопросы, то досмотрите ролик до конца. Здесь вас ждет множество поистине шокирующих открытий, сделанных благодаря телескопу Джеймса Уэбба. Сегодня я расскажу вам о самых невероятных и безумных снимках, которые были получены из далекого космоса. Вы узнаете, какое влияние они оказали на современное научное сообщество. Недавно в сеть просочилась информация о том, что телескоп Джеймса Уэбба обнаружил жизнь на другой планете. Официально об этом пока не сообщается, однако информация уже просочилась в сеть. Источник рассказывает, что действительно была обнаружена планета, на которой есть жизнь. Но команда, совершившая открытие, специально медлит, ссылаясь на неподходящее время. Вы уже задаетесь вопросом, что это за планета, на которой возможна жизнь? Речь идет о планете с загадочным названием 2,18b. Она находится на орбите холодного карлика, 2,18. Планета входит в обитаемую зону и находится на расстоянии 120 световых миль от нас. Ученые уже очень давно считали, что именно на ней с самой большой вероятностью в итоге и будет обнаружена жизнь. К 2,18b примерно в 2,4 раз больше Земли, в 8 раз тяжелее. Вся поверхность планеты покрыта водой. То есть более половины ее массы составляют различные моря и океаны. Атмосфера загадочной планеты пока не до конца изучена. Однако точно известно, что в составе присутствуют все необходимые человеку вещества. Например, водород, гелий, углекислый газ, метан и так далее. Также в атмосфере присутствует диметилсульфат. Это непростое органическое вещество. Оно получается в результате жизнедеятельности фитопланктона. Вероятнее всего, при изучении К 2,18b ученые обнаружили биосигнатуры. Сигналы, которые может выдавать только живая органическая материя. В общем, все признаки указывают на то, что на планете имеются живые организмы. Наверняка у вас возник вопрос, как выглядят инопланетяне, населяющие К 2,18b. Но и тут у ученых найдется ответ. Вероятнее всего, планету населяют самые примитивные формы жизни. Например, водоросли или микроорганизмы. Однако ученые все равно относятся к этой планете с большой осторожностью. Многообразие Вселенной может выдать удивительный результат. Даже при условии, что перед нами две максимально похожие планеты. Да и есть еще одна проблема. Для того, чтобы подтвердить наличие жизни на К 2,18b, нужен не один год. Поэтому с публикацией подобной информации всегда нужно быть осторожными. Также важно отметить, что уже неоднократно ученые выдвигали теории о том, что различные планеты являются обитаемыми. Так было в случае с Марсом, Венерой, спутником Сатурна, Титаном. В случае последнего ученые до сих пор занимаются изучением планеты. Но точно можно сказать одно. Если где-то во Вселенной и есть жизнь, то до многообразия нашей планеты ей далеко. Недавно в сеть просочилась информация о том, что телескоп Джеймса Уэбба обнаружил жизнь на другой планете. Официально об этом пока не сообщается, однако информация уже просочилась в сеть. Источник рассказывает, что действительно была обнаружена планета, на которой есть жизнь. Но первые же фото с телескопа показывают нам обратную ситуацию. У многих космических объектов на границе Вселенной устройство такое же сложное, как и у ближайших к нам. Тогда получается, что галактика начала формироваться намного раньше, чем предполагалось. Ее зарождение произошло примерно между 120-ю, двумя сотнями лет после Большого Взрыва. Теперь это считают прямым доказательством того, что есть вероятность иного происхождения нашей Вселенной. Потому что факт существования настолько развитых систем планет на ее окраине полностью опровергает вероятность Большого Взрыва. Да и в целом не согласуется со многими нынешними теориями физики и космологии. Благодаря такой находке мы можем заглянуть в настолько далекое прошлое, о котором раньше не могли даже подумать. Наблюдения учеными за очень старыми галактиками и сверхмассивными черными дырами говорят нам одно. Теория Большого Взрыва в привычном нам понимании больше не будет работать. Возможно, мы изначально были неправы, и Вселенная произошла не из-за Взрыва, а по какой-либо иной причине. По расчетам, для развития нашей Вселенной раньше отводилось не более 3 миллиардов лет. Но Джеймс Уэбб показывает, что существуют Вселенные, которые прекрасно выглядят и через 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Те самые галактики, которые находятся на окраине Вселенной. И показывают нам себя такими, какими они были миллиарды лет назад. Благодаря тому, как они выглядят на снимках, можно точно судить, что их развитие шло с колоссальной скоростью. И она настолько сильно отличается от расчетной скорости развития Млечного Пути, что ученые приходят в замешательство. Некоторые черные дыры тоже появились всего через несколько миллионов лет после Большого Взрыва. Теперь в космологическом сообществе вспыхнули бурные споры о том, как и с какой скоростью на самом деле развиваются галактики. Но проблемы с Большим Взрывом появились намного раньше. Уже давно ученые пытаются найти объяснение бесконечному расширению Вселенной, но его просто нет. Раньше все списывали на темную материю или темную энергию. Под этими терминами понимают энергию, противоположную гравитации, которая равномерно распределена в пространстве и все отталкивает. Но для нашего физического мира ее невозможно доказать, как-то увидеть или измерить. Так что теперь появляется еще больше вопросов к и без того загадочному космосу. С расширением Вселенной есть и еще одна проблема. Оно происходит неравномерно. В каких-то точках оно быстрее, в каких-то медленнее, что снова вызывает затруднения с пониманием самого расширения. Остается только надеяться, что в конечном итоге ученые с помощью телескопа Джеймса Уэбба смогут разобраться во многих интересующих нас темах. Телескоп Джеймса Уэбба заснял несколько планет, которые не входят ни в одну систему. Однако их масса и состав во многом схож со всеми прочими планетами в галактике. Больше всего интригует то, что данные планеты просто не поддаются притяжению ничего другого в космосе. Благодаря этому они могут в корне изменить наше понимание звездообразования. Эти одиночки находятся в еще совсем молодой туманности NGC 1333, которая располагается примерно в тысячи световых лет от Земли. Там все еще много межзвездной пыли и газа, а значит в этой туманности все еще формируются звезды. Шесть одиноких объектов предположительно являются газовыми гигантами, которые по размеру могут достигать пяти масс Юпитера. Помимо этого, все шесть объектов являются настолько легкими, что в нынешней концепции Вселенной кажется просто невозможным. Однако таких изгоев очень много. Только по Млечному пути бродит около двух триллионов таких одиночек. Самым важным из них является тот, вокруг которого образуются пылевые диски. Такое происходит только с будущими звездами, то есть ученым предоставляется шанс увидеть от начала и до конца формирование звезды с ее спутниками. Обычно диски вокруг звезд формируются на самых начальных этапах. Туда входят пыль и газ, а у этого коричневого в диске содержатся обломки. Ученые предполагают, что так когда-то выглядело Солнце. На его дисках тоже находились обломки когда-то очень давно, а сейчас мы уже видим Солнечную систему. Тогда получается, что этот зачаток звезды может стать миниатюрной копией Солнечной системы. Из этого следует, что в нашей Вселенной есть как минимум два пути формирования объектов планетарной массы. Первый – путем сжатия облака газа и пыли, при котором формируются звезды. Второй – в виде газово-пылевых дисков вокруг молодых звезд. Теперь ученые направят все усилия на то, чтобы исследовать атмосферу каждого из этих одиночек. А после сравнить результаты с данными, которые имеются после исследования коричневых карликов и газовых гигантов. Не меньший интерес для них представляет область образования этих странных планет. Возможно, там удастся обнаружить еще какие-то признаки мини-планетарных систем. Помимо этого, исследование данных планет поможет выявить еще больше изгоев во Вселенной. По уже известным данным предполагается, что на подобные небесные тела приходится 10% других тел в исследуемом скоплении. Иными словами, количество звезд в нашей галактике составляет 100-400 миллиардов. Число планет находится в пределе от 800 миллиардов до 3,2 триллионов. При 10% получается, что в известном нам космическом пространстве плавает где-то 90-360 миллиардов миров-изгоев. Когда-нибудь ученые смогут исследовать хотя бы некоторые из них, но это еще не самое интересное. Некоторые такие тела могут поглотить наше Солнце, и тогда кто знает, что произойдет. Черные звезды Нет, это не название фантастического фильма или инопланетного космического корабля. Черные звезды — реально существующие небесные тела. Вернее, реально существовавшие. Благодаря телескопу Джеймса Уэбба ученым удалось заглянуть на миллиарды лет назад. И то, что они там увидели, оказалось невероятно странным. Давайте сначала разберемся, как работает наше Солнце. Уже давно ушло то время, когда люди думали, что на Солнце горят бесконечные залежи угля. Уже в 19 веке, когда теория только-только появилась, люди подозревали, что такого просто не может быть. Любой материал бы выгорел с несколько тысяч лет. Теперь же ученые предполагают, что Солнце — крайне медленный ядерный взрыв. Термоядерная реакция, которая длится миллиарды лет. Конечно, она происходит в центральной части светила, под невероятными давлением и температурой. Так появляется излучение, которое следует по всему космосу. Только мы не видим тех фотонов, которые появляются на поверхности Солнца, до нас долетают уже совсем другие. В ходе своего путешествия один фотон превращается в другой, а тот в третий и так далее. А поверхность Солнца, которая слепит нас с небосвода, на самом деле нагрета до 6000 градусов. Тогда как в центре звезды температура достигает миллионов градусов. Так вот, черные звезды работают аналогичным путем. Только они сжигают темную материю, правда, существование ее до сих пор не доказано. Ученые предполагают, что она приходит к нам из другого мира, выступая своего рода мостом. А черные звезды собирают эту материю и превращают ее в привычный нам свет. Но раньше все это было лишь кучей гипотез, строившихся одна на другой. Теперь же, благодаря телескопу, начали появляться доказательства. Итак, теоретически, черная материя несется по Вселенной со скоростью 310 миль в секунду. Прямо сейчас она пронизывает ваши тела. Но увидеть или измерить ее мы не можем никак. За одним исключением, когда темной материи становится слишком много, то она начинает искривлять траекторию галактик. Заметно это становится только на больших временных отрезках. Поэтому наблюдать за этим явлением нужно крайне внимательно. Но пока это искривление является единственным доказательством того, что темная материя может существовать. И если это правда, то ее количество в нашей Вселенной куда больше, чем, например, привычной нам материи, из которой мы состоим, по которой ходим и которой дышим. Но использовать каким-либо способом темную материю мы не можем. Ученые предполагают, что когда-то давно не было барьера между нашей материей и темной. И последняя вполне могла участвовать в создании некоторых наших звезд, давая им энергию для свечения. Получается, что где-то во Вселенной есть обычные звезды, которые могут перерабатывать темную материю. Но как они тогда выглядят? Ответ прост. По размерам они равны целым галактикам. Можно было бы предположить, что это не звезды, а действительно галактики. Но и тут есть одно но. Не каждая галактика содержит в себе темную материю. Например, наша. Да, а какая-нибудь сферическая. Нет. Любопытно, но совершенно непонятно, как такое вообще возможно. Млечный путь не относится к сферическим галактикам, она является спиральной и имеет рукава. Ровно как и все черные звезды. Из этого появляется вполне логичное предположение, что наша галактика тоже может быть черной звездой. Но тогда все наше представление о мироустройстве снова ставится под огромнейшее сомнение. Например, если возможно темную энергию переработать в нашу, то можно ли сделать наоборот? Если так получится сделать, то что мы увидим по ту сторону моста? Вопросов по Вселенной появляется все больше, в то время как ответов все меньше. Снимки из глубокого космоса не перестают удивлять и вызывать только больше вопросов. Вернее, показывать больше вопросов. Недавно телескоп Джеймса Уэбба заснял в очень далеком космическом пространстве нечто, что крайне сильно похоже на наш обычный вопросительный знак. Телескоп проводил съемку двух молодых звезд, которые находятся в процессе формирования. Снимал он созвездие паруса, которое находится на расстоянии 1470 световых лет от нас. На фото отчетливо видно молодые звезды под названием Herbig Harrow 46-47, которые находятся в окружении дисков из различных веществ. Но это не то, что так сильно поразило исследователей. Прямо под этими звездами находился объект, напоминающий гигантский вопросительный знак. Что это может быть за объект, пока непонятно, но его форма и цвет дают некоторые ответы на вопросы. Самая очевидная теория гласит, что это может быть очень далекая или взаимодействующая галактики. Например, две сливающиеся воедино галактики, которые образуют искривление в виде знака «припинание». А точка снизу может быть третьей галактикой, которая просто находилась в момент снимка в очень удачном расположении. А красный цвет объекта говорит о том, что он находится на крайне большом расстоянии от нас. Но это не отменяет самого важного факта. Прежде ни одному ученому не доводилось увидеть подобное явление в космосе. Телескоп Джеймса Уэбба никогда не перестанет нас удивлять. Недавно он сделал снимки, которые повергли в восторг научное сообщество. Ему удалось заснять столпы творения. Это один из самых удивительных районов нашей галактики. Многие мистики видят в этом снимке руку Бога, пальцы которой распростерлись на несколько световых лет. Сами столпы находятся в созвездии Змеи в туманности Орла. Это примерно в шести с половиной тысячах лет от нас. Считается, что рука Бога сделана из пыли и ионизированного газа. Уже более 30 лет она восхищает своей красотой астрономов. Первое ее изображение было получено еще 30 лет назад телескопом Хаббл. С тех пор он считается одной из самых удивительных загадок природы. Ранее уже множество раз пытались получить максимально четкое изображение столпов. Однако добился этого только Уэбб. Он не просто заснял вид сбоку, но и исследовал глубины этого загадочного космического явления. Так почему же ученые были в таком сильном восторге? И зачем они так старались получить четкий снимок столпов творения? Дело тут не только в красоте данного явления. В этой туманности рождаются молодые звезды, что несомненно вызывает огромный интерес у исследователей. Там есть настолько юные экземпляры, что некоторые из них едва достигли возраста в несколько сотен тысячелетий. И вот, наконец, ученые увидели этих малышей. Красные пятна на снимках и есть совсем маленькие звезды, а подобные туманности для них являются яслями. Постепенно звезды вырастут и избавятся от пыли, а рука полностью исчезнет, отдав всю себя своим детям. Нельзя исключать и то, что столпов уже давно нет, ведь свет от них, который мы видим сейчас, показывает изображение почти 7 тысячелетней давности. Для ученых важно то, что они могут провести анализ и зафиксировать все видимые стадии образования звезд, чего раньше они сделать просто не могли, а многие наслаждаются зрелищем невероятной красоты, которую увидишь нечасто. Не стоит также забывать, что изображение не на 100% является действительной фотографией космического пространства. Некоторые ее части были дорисованы с помощью компьютерной графики, однако строго с соблюдением всех научных нюансов, чтобы изображение максимально приблизилось к реальному. И вот мы подошли к концу нашего путешествия по самым далеким и загадочным глубинам космоса. Я показал вам изображения, которые не только впечатляют своим масштабом и красотой, но и заставляют задуматься о нашем месте во Вселенной. Каждый кадр — это не просто фотография, а окно в бездну тайной и загадочной природы, которая нас окружает. Надеюсь, что это видео вдохновило вас на новые исследования космоса и его бескрайних возможностей. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал и оставить комментарий. До новых встреч в следующем ролике!